В этом видео обновлении Gridbox до версии 2.4.2 у нас появилась возможность внедрять пресеты. Например, мы берем плагин кнопка, на вкладке основные настройки появились пресеты, что позволяет делать уникальный дизайн вашей кнопки, а потом стилизовать все кнопки, любые плагины Gridbox, те, что имеют возможность внедрять пресеты. Это ускорит работу и инструмент Gridbox приобретает более профессиональный и интуитивно понятный интерфейс. Как это работает, подробнее в этом видео. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, мы с вами, например, делаем сайт. Создали кнопку. Заходим в ее настройки, на вкладке основные, вот здесь появились пресеты. Изначально ничего нет. Если мы кликаем по этой вкладке нет, у нас всплывает окно, появляется плюсик. Это создать как раз-таки пресет, дальше редактировать. Сейчас это недоступно, мы видим по иконке, так как нечего редактировать. И кнопка удалить. Давайте нажмем на плюсик, создадим новый пресет. Здесь ничего сложного нет, мы просто задаем название. Да, но опять же, пресет нужно создавать тогда, когда дизайн кнопки мы полностью подготовили на наш сайт. То есть, будем считать, что она готова. Вот такая серая, с кругленными краями. И я делаю ей пресет. Нажимаю плюс и как-то ее называю для себя так, чтобы я это потом запомнил. То есть, это название будет только для нас. Я просто назову ее кнопкой. Нажимаем сохранить. После этого, здесь мы видим, появился пресет кнопка. Если мы кликнем, поставим галочку, у нас появится возможность редактировать или удалить пресет. Если нажмем редактировать, здесь мы можем поменять название. И если нам это будет необходимо, сделать это глобальным. То есть, назначить по умолчанию. Если вы еще не знаете, что такое по умолчанию, сейчас позже вы поймете, что это такое. Смотрите, что мы делаем дальше. Например, мы создаем там второй блок. И там тоже нам нужна кнопка такого же вида. Мы просто заходим в плагины, нажимаем кнопка. Изначально у нее имеется другой дизайн. Мы с вами у новой кнопки прокручиваем чуть ниже на вкладке основные. Выбираем пресеты. И видим, здесь есть пресет, который мы только что создали. Кликаем по этому пресету. И мы видим, меняется и размер шрифта, и вообще кнопка, и цвет кнопки. То есть, вот так это работает. Что может произойти, если мы вдруг потом решили поменять дизайн кнопок позже, да? Когда уже набросали кнопки, набросали главную страницу, создали уже. Что происходит? Заходим в одну кнопочку. Заходим, как обычно, в дизайн кнопки. Например, мы решили все-таки не делать скругленные края у кнопки. Я просто начинаю убирать скругленные углы. Обратите внимание, на нижнюю кнопку и на верхнюю. Меняются углы скругленные там и там, потому что у этих кнопок единый пресс. То есть, вот таким образом. То же самое касается и цвета, да? Заливка, например. Хочу сделать красный. Вы видите, сразу, моментально, в реальном времени у нас все меняется. Соответственно, если мы зайдем в дизайн и размер шрифта убавляем, прибавляем, тоже это все, вы видите, сейчас меняется. Также, смотрите, если пресет выбран у данного элемента, то вот здесь вот появляется иконка валика, да? То есть, это значит, что пресет активный. Если выбрать нет, иконка вот здесь вот исчезает. То же самое, смотрите, что происходит. Сейчас я эту кнопку удалю. Глобальный пресет. Что нам даст? Заходим в пресет. Нажимаем редактировать. Делаем по умолчанию. Сохранить. Ниже в секции добавляем кнопку. То есть, сразу кнопка добавляется абсолютно с таким же дизайном, как и верхняя кнопка. То есть, не надо назначать даже пресет. То есть, уже назначен по умолчанию. И, соответственно, если пресет имеет опцию по умолчанию, здесь стоит звездочка, обозначающая, что этот пресет по умолчанию. Соответственно, пресет также удаляется на кнопочку удалить. Выделяем пресет, нажимаем удалить, удалить. Все, пресета нет. Я все время показываю на примере кнопок, но пресет есть не только в плагине кнопка. Просто по мере создания сайта вы выбираете тот или иной плагин, и там, где действительно пресет нужен, он будет находиться. Например, интуитивно понятно, те плагины, которые имеют дизайн, цвет, размер, скорее всего, имеют пресет. Например, иконка. Если мы выберем этот плагин, выбираем иконочка, на вкладке основные мы видим, что здесь есть опция пресета. То есть, здесь делается то же самое. Да, здесь я уже экспериментировал, и вы видите, здесь есть красная иконка по умолчанию. То есть, здесь пресет уже стоит, потому что я его создал. То есть, по аналогии, также это работает и в других плагинах, там, где есть возможность задать пресеты. Вот такое вот полезное нововведение. Если вы впервые видите инструмент Gridbox, конструктор страниц на Joomla, и хотите более детально его изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт Landing Page в интернете. На этом видео я заканчиваю, и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok